Здравствуйте, приглашаем вас на футбол. Очередной матч чемпионата вот-вот начнется. Быстренько представимся сами. Юрий Розенов и Василий Соловьев ваши комментаторы. Ну, а команды, надеюсь, вам знакомы. Нравится Барселона вас? Как всегда или сегодня как по-особенному? Неплохие обороты набрал клуб в последних игр. Интересно, что будет сегодня? Первое из 90 заявленных минут. Первое касание мяча. Педро. И вот он, пас. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Вот шанс забить. Отбил его, но куда? Очень хорошо подключил. Хороший момент. Не удержал мяч. И удар по воротам. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась или это комментаторский штамп, но я думаю, что клонит буду вверх. Вот неплохой вариант для того, чтобы быстро перейти в контр-поступление. Еще одна передача. Но мяч-то в чужой штрафной. Можно на контратаку нарваться. Потому попытка накрыть соперника прямо там, у него дома. Вот это мы и называем плотностью игры. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Педро. И хорошая поддержка у игрока. На ударные позиции игрок Барсы. Думаю, вот момент. А это гол. И опекуна рядом. Больше нет. Ну тут надо забивать. Удар по воротам. Мяч влетает в ворота. И опять равенство счета. И опять. И опять. И опять. И опять. Миндей. Игрок Барселоны перехватывает мяч. И должны открываться. Должны предлагать себя. Есть пространство. Есть возможность для коопер-атаки. Жесткая борьба за мяч продолжается. Думаю, надо бить. Опасно. Прямо тут в зоне ударов. Очень много ударов. Злопливаются защитникам. Так что, что мы видим сейчас, это никакая не новая. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Встречать его уже поздовато. Потому что сейчас будет удар. Думаю, надо... И вот он удар по воротам. На пизоде хорош. Но это еще не все. Мяч в игре. И он рядом с воротами. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Все правильно. Есть адресат для паса. И пас следует. И поглядим. Удастся ли обороняющимся вынести мяч о штрафной. И вот такая незадача. Такой курьезный случай. Мяч попал в судью. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Суарес. Задуманно-то было неплохо, но... Индей. Продолжается атака. Достаточно короткая перепасовка. Но с таким передачей мы далеко не уедем, господа. Да, такой рывок, конечно, должен быть вознагражден. Пике. Сон. Хороший проход. И явно он нацелен на удар поворота. Мяч оказался у соперника, так что и атака закончилась, и мой рассказ самим. Сон. Суарес. После первого тайма счет в матче ничейный. 1-1. До сих пор команды как будто присматриваются друг к другу. Уэтка разведка своеобразная, на которую слапала ее навстречу. А мы уходим на перерыв с каким-то вояки. Смотрели, смотрели, смотрели по ходу. Не то, чтобы ничего не увидели, но как-то и зарудились. И есть выбор у игрока. Несколько решений. И на такой частный случай не точная передача Леонеля Месси. Хотя и защитник сыграл здорово. Не забивай. Принял, ударил. Красиво. Как говорил один мудрый человек, в дальний отворот угол. Ракос. И вновь вместе с мячом. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Думаю, надо бить и забирать. Ну давай. Красиво. Красиво забирает мяч голкипер. Как уверенно играет. Такой ответственный момент вратарь. Миндей. Вот, пожалуйста, вам демонстрация обводки. Продолжается игра, хотя было нарушение. И сейчас, наверное, будет пас. Продолжают атаку этим пасом. На опасный момент. И вратарь хорош. Каждая команда хочет выйти вперед. Но вратарь берет этот мяч, и все надо начинать сначала. В принципе, если бы арбитр был еще более злой, мог бы и красную сразу дать. Но пока, пока терпим. Пока желтую. По-моему, невнимательно просто действовал игрок. Срезался мяч с ноги и ушел за боковую. Очень внешне легко проходит дальше. И если так они будто оборонятся, бьетут точку на своего... На ключ. На газ. Может быть, это и вправду второй бородон? А это Месси? И посмотрите, сколько вариантов у атакующего игрока. Опасно! Везет кому, кто везет. Старались, забили не на пустом месте. Пусть теперь соперник говорит свое слово. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Смотрим и любуемся на Месси. Да, ему нельзя давать даже секунды, даже доли секунды, потому что игра форварда в штрафной, игра центрального нападающего, это действительно умение улучшить момент. И это он умеет едва ли не лучше всех в мире. Фабрика с ударной позицией, но не факт, что он будет бить. Даймар. Удар! И арбитр фиксирует взятие ворота. Не дает он сегодня покоя обороне соперников, дважды уже найдя слабые, очень слабые места. Второй был в сегодняшнем матче. Все успел сделать в этом игровом моменте. И блеснуть контролем над мячом. И гол забить. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Попытка обострить была, но пас оказался не точным. Разрежут. Забивать надо. Это шанс. Забили, забили. Есть. Кто ищет, тот всегда найдет. Вы обратили внимание, да? Он ищет с самого начала. И дважды уже отыскал, и, похоже, останавливаться на достигнутом не намерен. Разве бывает так в компьютере, что защитники и вратарь зависли, а нападающей нет. Еще один пас. Все. Вот передача. Мы сейчас будем на каждом эпизоде уже аккортируют внимание. Ну же! О-о-о-о! Ну что ж, в конце игры команда еще раз напоминает нам, что сегодня она была сильной по всех статях и по каждой ребенке. Ну как с ней бороться? Как выиграть? Сану-ка не думает. Вот это контроль над мячом. Классно. И гол тот же последовал. Бей! Нет, ничего, давайте не найти, похоже. Отобрал здорово, что дальше? Щедрые на мячи футбол. Двойное превосходство одной из команд, по крайней мере.